Здравствуйте и добро пожаловать на наш канал. Заключительным сражением в Великой Отечественной войне стала битва за Берлин или Берлинская стратегическая наступательная операция, которая проводилась с 16 апреля по 8 мая 1945 года. 16 апреля в три часа по местному времени началась авиационная и артиллерийская подготовка на участке 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. После ее окончания были включены 143 прожектора, чтобы ослепить противника, и в атаку пошла пехота, поддержанная танками. Не встречая сильного сопротивления, она продвинулась на 1,5-2 километра. Однако чем дальше продвигались наши войска, тем сильнее нарастало сопротивление противника. Войска 1-го Украинского фронта осуществляли стремительный маневр по выходу к Берлину с юга и запада. 25 апреля войска 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов соединились с западнее Берлина, завершив окружение всей берлинской группировки противника. Ликвидация берлинской группировки противника непосредственно в городе продолжалась до 2-го мая. Штурмам приходилось брать каждую улицу и дом. 29 апреля начались бои за Рейхстаг, овладение которым было возложено на 79-стрелковый корпус 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Перед штурмом Рейхстага военный совет 3-й ударной армии вручил своим дивизиям 9 красных знамен, специально изготовленных по типу государственного флага СССР. Одно из этих красных знамен, известное под номер 5 как Знамя Победы, было передано 150-й стрелковой дивизии. Подобные самодельные красные знамена флаги и флажки имелись во всех передовых частях, соединениях и подразделениях. Они, как правило, вручались штурмовым группам, которые комплектовались из числа добровольцев и шли в бой с главной задачей — прорваться в Рейхстаг и установить на нем Знамя Победы. Первыми в 22 часа 30 минут по московскому времени 30 апреля 1945 года. Водрузили штурмовое красное знамя на крыше Рейхстага на скульптурной фигуре богини Победы артиллеристы-разведчики 136-й армейской пушечной артиллерийской бригады, старшие сержанты Загитов. Лисеменко Бобров и сержант Минин из состава штурмовой группы 79-го стрелкового корпуса, который командовал капитан Маков, штурмовая группа артиллеристов действовала совместно с батальоном капитана Неустроева. Через 2-3 часа также на крыше Рейхстага на скульптуре конного рыцаря, кайзера Вильгельма, по приказанию командира 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии полковника Зинченко было установлено красное знамя номер 5, которое затем прославилось как знамя Победы. Красное знамя номер 5 водрузили разведчики сержант Егоров и младший сержант Контария, которых сопровождали лейтенант Берест и автоматчики из роты старшего сержанта Сьянова. Бои за Рейхстаг продолжались до утра 1 мая. В 6 часов 30 минут утра 2 мая начальник обороны Берлина генерал артиллерии Вейдлинг сдался в плен и отдал приказ остаткам войск берлинского гарнизона о прекращении сопротивления. В середине дня сопротивление гитлеровцев в городе прекратилось. Этим же днем были ликвидированы окруженные группировки немецких войск юго-восточнее Берлина. 9 мая в 0.43 по московскому времени генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, а также представители немецких ВМС, имевшие соответствующие полномочия от Деница, в присутствии маршала Жукова с советской стороны подписали акт о безоговорочной капитуляции Германии. Блестяще проведенные операции вкупе с мужеством советских солдат и офицеров, которые бились за прекращение четырехлетнего кошмара войны, привели к закономерному итогу – победе. Ход сражения 16 апреля Началась берлинская операция советских войск. Цель – завершить разгром Германии, овладеть Берлином, соединиться с союзниками. Пехоты и танки 1-го Белорусского фронта начали атаку перед рассветом при освещении зенитных прожекторов и продвинулись на 1,5-х 2 км. С наступлением рассвета на Зиоловских высотах немцы пришли в себя и дерутся с ожесточением. Жуков вводит в бой танковой армии. 16 апреля Войска 1-го украинского фронта Конева встречают на пути с его наступления меньшее сопротивление, исходу форсируют Нейсе. 17 апреля Командующий один украинским фронтом Конев приказывает командующим своих танковых армий Рыбалка и Лилюшенко наступать на Берлин. Конев требует от Рыбалка и Лилюшенко не ввязываться в затяжные и лобовые бои, смелее продвигаться вперед к Берлину. В боях за Берлин погиб дважды герой Советского Союза, командир танкового батальона Хохряков. 18 апреля К берлинской операции, прикрывая правый фланг, присоединился 2-й Белорусский фронт Рокоссовского. К исходу дня фронт Конева завершил прорыв Нейсинского рубежа обороны, форсировал Шприи и обеспечили условия для окружения Берлина с юга. Войска 1-й Белорусского фронта Жукова весь день ломают третью полосу вражеской обороны на Одере, на Зиеловских высотах. 19 апреля К исходу дня войска Жукова завершили прорыв третьей полосы Одерского рубежа на Зиеловских высотах. На левом крыле фронта Жукова создались условия для отсечения франкфуртско-губенской группы врага от района на Берлина. 20 апреля Директива Ставки ВГК командующим 1-го Белорусского и 1-го Украинских фронтов обращаться с немцами лучше. Сталин Антонов Еще одна директива Ставки об опознавательных знаках и сигналах при встрече советских армий и войск союзников. В 13 часов 50 минут дальнобойная артиллерия 79 стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-й открыла огонь по Берлину, начало штурма самого города. 20 апреля Конев и Жуков направляют войскам своих фронтов практически одинаковые приказы, первыми ворваться в Берлин. 21 апреля К вечеру соединения 2-го гвардейской танковой, 3-5 ударных армий 1-го Белорусского фронта вышли на северо-восточную окраину Берлина. 8-я гвардейская и 1-я гвардейская танковые армии вклинились в городской оборонительный обвод Берлина в районах Петерсхагена и Иркнера. Гитлер приказал повернуть 12-ю армию, ранее нацеленную против американцев, против 1-го Украинского фронта. Она теперь имеет цель соединиться с остатками 9-й и 4-й танковых армий, пробивающимися южнее Берлина на запад. 22 апреля 3-й гвардейская танковая армия «Рыбалка» ворвалась в южную часть Берлина и к 17-ти часам 30-ти минутам ведет бой за тельтов, телеграмма Конева Сталину. Гитлер в последний раз отказался покинуть Берлин, пока была такая возможность. Геббельс вместе с семьей переехал в бункер под рейс-канцелярией «Бункер фюрера». Штурмовые флаги вручены военсоветам 3-й ударной армии дивизиям, штурмующим Берлин. В их числе флаг, ставший знаменем победы, штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии. 23 апреля В районе города Шпремберг советские войска ликвидировали окруженную группировку немцев. Среди уничтоженных частей танковая дивизия охрана фюрера. Войска 1-го Украинского фронта ведут бои на юге Берлина. Одновременно они вышли на эльбу севера западнее Дрездена. Геринг, покинувший Берлин, обратился к Гитлеру по радио, прося утвердить его во главе правительства. Получил приказ Гитлера, отстраняющий его от правительства. Борман распорядился арестовать Геринга за государственную измену. 24 апреля Гиммлер безуспешно пытается через шведского дипломата Бернадотта предложить союзникам капитуляцию на Западном фронте. Ударные соединения 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов в районе Бранденбурга замкнули кольцо окружения немецких войск в Берлине. Силы немецких 9-й и 4-й танк. Армии окружены в лесах юго-восточнее Берлина. Части 1-го Украинского фронта отражают контрудар 12-й немецкой армии. 25 апреля Донесение В пригороде Берлина Рансдорф работают рестораны, где охотно производят продажу пива нашим бойцам за оккупационные марки. Начальник политотдела 28-й гвардии стрелкового полка Бородин приказал владельцам ресторана Франсдорфа закрыть их на время, пока не закончится бой. В районе Таргау на Эльбе советские войска 1-й украинского встретились с войсками 12-й американской группы армии генерала Брэдли. Форсировав Шпрея, войска 1-го Украинского фронта Конева и войска 1-го Белорусского фронта Жукова рвутся к центру Берлина. Порыв советских солдат в Берлине уже ничем не остановить. 26-го апреля. Войска 1-го Белорусского фронта в Берлине заняли Гортенштадт и Герлицкий вокзал, войска 1-го Украинского фронта районе Долема. 28-го апреля. Конев обратился к Жукову с предложением изменить разгранлинию между их фронтами в Берлине, центр города передать его фронту. Жуков просит Сталина отдать честь взятие центра Берлина войскам его фронта, сменив на юге города войска Конева. Генштаб приказывает войскам Конева, которые уже достигли Тергартина, передать свою полосу наступления войскам Жукова. Приказ номер один военного коменданта Берлина, героя Советского Союза, генерал-полковника Берзарина о переходе всей полноты власти в Берлине в руки советской военной комендатуры. Населению города объявлялось, что национал, социалистическая партия Германии и ее организации распускаются и деятельность их запрещается. Приказ устанавливал порядок поведения населения и определял основные положения, необходимые для нормализации жизни в городе, 29 апреля. Начались бои за Рейхстаг, овладение которым было возложено на 79-й стрелковый корпус 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. При прорыве заграждений на Берлинской Кайзералии танк Шендрикова получил два пробоины, загорелся, экипаж вышел из строя. Смертельно раненый командир, собрав последние силы, сел за рычаги управления и бросил пылающий танк на вражескую пушку. Бракосочетание Гитлера с Евой Браун в бункере под рейхсканцелярией. Свидетель Геббельс. В своем политическом завещании Гитлер исключил Геринга из НСДАП и официально назвал своим преемником гроз адмирала Деница. 30 апреля. Советское командование отклонило попытки немецкого командования начать переговоры о врём. Прекращение огня. Требование одно капитуляция. Начался штурм самого здания Рейхстага, который обороняло более тысячи немцев и эсэсовцев из разных стран. В разных местах Рейхстага были закреплены несколько красных знамён, от полковых и дивизионных до самодельных. Разведчикам 150-й дивизии Егорову и Контария около полуночи приказано водрузить красное знамя над Рейхстагом. Лейтенант Берест из батальона не устроивая возглавил боевую задачу по установке знамени над Рейхстагом. Установлено около трёх часов ровно 1 мая. Гитлер покончил жизнь самоубийством в бункере Рейхсканцелярии, приняв яд и выстрелив в висок из пистолета. Труп Гитлера сжигают во дворе Рейхсканцелярии. На посту Рейхсканцлера Гитлер оставляет Гёббельса, который покончит с собой на следующий день. Перед смертью Гитлер назначил Бормана Рейхсминистром по делам партии, ранее такого поста не существовало. 1 мая. Войска 1-го Белорусского фронта овладели Банденбургом, в Берлине очистили районы Шарлотенбург, Шоннеберг и 100 кварталов. В Берлине покончили с собой Геббельс и его жена Магда, предварительно умертвив своих шесть детей. В штаб армии Чуйкова в Берлине прибыл начальник. Нём генштаба Крепс сообщил о самоубийстве Гитлера, предложил заключить перемирие. Сталин подтвердил категорическое требование безоговорочной капитуляции в Берлине в 18 часов, немцы его отклонили. В 18 часов 30 минут в связи с отклонением капитуляции по берлинскому гарнизону нанесён огневой удар. Началась массовая сдача немцев в плен. 2 мая. В один час ровно рации 1-го Белорусского фронта получили сообщение на русском языке, просим прекратить огонь. Высылаем парламентёров на Потсдамский мост. Немецкий офицер от имени командующего обороной Берлина Вейдлинга сообщил о готовности берлинского гарнизона прекратить сопротивление. В 6 часов ровно генерал Вейдлинг сдался в плен и через час подписал приказ о капитуляции берлинского гарнизона. Сопротивление врага в Берлине полностью прекратилось. Остатки гарнизона массово сдаются в плен. В Берлине взят в плен зам Геббельса по пропаганде и печати доктор Фрича. Фрича на допросе показал, что Гитлер Геббельс и начальник генштаба генерал Крепс покончили жизнь самоубийством. Приказ стали на вкладе фронтов Жукова и Конева в разгром берлинской группировки. К 21 часу ровно в плен сдалось уже 70 тысяч немцев. Безвозвратные потери Красной Армии в берлинской операции – 78 тысяч человек. Потери врага 1 миллион, 150 тысяч убито. Повсюду в Берлине развернуты советские полевые кухни, у которых дикие варвары кормят голодных берлинцев. Знамя над Рейхстагом. После мощного и точного огневого удара Сьянов снова предложил обороняющим чердак гитлеровцам сдаться. Через несколько минут десятка два фолькштурмистов вылезли из укрытий с поднятыми руками. Чердак был полностью очищен от врага, путь знамени открыт. Быстро отыскали лестницу, по которой Егоров и Контария в сопровождении разведчиков выбрались на крышу. Время уже перевалило за 22 часа. Солнце зашло за горизонт, но было еще довольно светло. Как только разведчики с развернутым знаменем появились на крыше, их сразу же заметили гитлеровцы из района Бранденбургских ворот и из зданий восточнее Рейхстага. Они открыли такой сильный огонь, что нельзя было ни шагу ступить. Драгоценные минуты бежали, а выхода, казалось, не было. Быстро темнело. О том, чтобы поставить лестницу и взобраться по ней на купол под градом пули осколков, нечего было и думать. Однако знамя должно быть установлено, и при том на видном месте. И тут, осматривая фронтон, Кантарий обратил внимание на скульптурную группу. «Давай Мишу установим туда», — предложил он Егорову. Место действительно было подходящее и видно отовсюду, и пробраться к нему хотя и непросто, но можно. Так и сделали. Вражеские пули посвистывали вокруг, одна из них вонзилась в древко знамени, расщепив его. У Егорова были простреляны брюки, у Кантария — пилотка. Но и в этот момент они не дрогнули, не отступили, мужественно прошли эти последние метры и исполнили свой долг. В ночном берлинском небе, густонастойной на пороховом дыме, весенний ветер медленно развернул и заколыхал красное полотнище знамени Победы. Рано утром 1 мая на фронтоне Рейхстага у скульптурной группы уже развивалось красное знамя, врученное командиру 150-й стрелковой дивизии и военным советом 3-й ударной армии. Его водрузили разведчики 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии Егоров и Кантарии в их главе с заместителем командира батальона по политической части лейтенантом Берестом при поддержке автоматчиков роты Сьянова. Это знамя символически воплотило в себе все знамена и флаги, которые в ходе самых ожесточенных боев были водружены группами капитана Макова, лейтенанта Кашкарбаева, майора Бондаря и многими другими воинами. От главного входа Рейхстага и до крыши их героический путь был отмечен красными знаменами, флагами и флажками, как бы слившимися теперь в единое знамя Победы. Это был триумф одержанной Победы, триумф мужества и героизма советских воинов, величие подвига советских вооруженных сил и всего советского народа. Из записных книжек Константина Симонова. 3 мая. Пыльный солнечный день. Несколько наших армий, бравших Берлин, двигаются сквозь него в разных направлениях, поднимая страшную пыль. Идут-идут танки-самоходки, катюши, тысячи и тысячи грузовиков, орудия тяжелые и легкие, прыгают на обломках противотанковые пушки, идет пехота, тащатся бесконечные обозы. И все это идет и лезет в город со всех его концов. Растерянные жители на разгромленных улицах, на перекрестках, из окон домов подавленно смотрят на все это движущееся, гремящее, невероятно людное и совершенно бесконечное. Даже у меня у самого ощущение, что в Берлин входит не просто дивизия и корпуса, а что через него сейчас проходит во всех направлениях целая Россия, а навстречу ей, загромождая все дороги, ползут и ползут колонны пленных. Медаль за взятие Берлина. Большая часть награждений медалью за взятие Берлина произошла непосредственно после окончания Великой Отечественной войны. Так, в период за 1945-1948 годы медалью было награждено около 1 миллиона 82 тысяч человек. Однако, некоторая часть солдат и офицеров, участвовавших в штурме Берлина, по различным причинам не смогла получить медаль в этот период. Всем этим лицам медали были вручены позднее. Вероятно, одно из последних в истории награждений этой почетной медалью состоялось с летом 2003 года. В российском посольстве в Армении медаль вручили жителю Еревана Анатолию Зеленцову. Во время штурма Берлина гвардии старшина Зеленцов был ранен, попал в госпиталь и по каким-то причинам не получил заслуженную награду. Медаль нашла его лишь спустя 58 лет. Всего медалью за взятие Берлина было произведено свыше миллиона 100 тысяч награждений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok